Школьные каникулы в разгаре, но это не повод для праздного времяпрепровождения. Куда лучше, когда досуг организован. Это и безопаснее, и интереснее, и полезнее для развития. В Твери 12-й год подряд реализуется проект «Дворовый тренер», в рамках которого все желающие могут освоить разные виды спорта. Рассчитан он больше на школьников, но и не только. На одном из таких дворовых занятий побывала наша съемочная группа. Одно из первых в этом сезоне занятий с дворовым тренером-баскетболистом Георгием прошло на стадионе школы номер 30. Молодой спортсмен провел со школьниками разминку и показал упражнение с мячом. Первое, что мы будем делать, это просто мы ведем мяч, делаем прыжок и делаем бросок. Выдворовым тренером, считает баскетболист, это интересно и польза как для себя, так и для подопечных. Цель это просто, чтобы люди попробовали, потому что, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Вдруг кого-то заинтересует, он начнет заниматься и вдруг станет профессионалом. Большинство хочет, им интересно попробовать себя в чем-то новом, и им это нравится. Попробовать в чем-то новом себя решил и первоклассник Матвей Новиков. Три года школьник ходит в футбольную секцию, но хочет овладеть и навыками игры в баскетбол. Мне уже показали вот так вот, через ногу. Пригодилось? Да. Я футболист и хочу играть в футбол. Благодаря таким занятиям школьники, которые проводят летние каникулы в городе, имеют возможность занять свободное время и поддержать физическую форму. Надо отметить, что за 12 лет существования проекта тренерами стали более 200 человек, а более 10 тысяч детей и подростков приняли в нем участие. На старте нового сезона гостями традиционно стали депутаты Тверской городской думы. Они вручили ребятам новые мячи и кепки. Денис Блиновский уверен, что спорт должен быть доступен. Все сегодня понимают, как важно заниматься молодежью, детьми, потому что дети – наше будущее. Поэтому, безусловно, мы должны об этом помнить. Площадками для таких массовых занятий спортом становятся и школьные стадионы, и дворы, и парки, и скверы. Причем интерес есть у всех возрастных групп населения. По всему городу у нас проходит эта акция. Конечно, могут присоединиться и жители, и родители. Это открытое мероприятие. Поэтому это будет, конечно, полезно и для старшего поколения, и для среднего, и для детей. Потому что именно в летний период, когда у нас многие в отпуске, дети на каникулы, у них есть время. Занятия будут проходить до конца летних каникул. По итогам проекта участники смогут на дне открытых дверей в единый день записи в спортивной школы продолжить тренировки в государственных и муниципальных спортивных учреждениях.